Караоке с Яровой Дорогие мои, я должна вам признаться, сегодня мое сердце бьется сильнее, а мое дыхание учащенное. Мои мысли летают в облаках, потому что сегодня мы говорим с вами о легенде рок-музыки и моем любимце Фредди Меркери. Этот мужчина – это смесь ураганной энергии, колоссальной харизмы, умопомрачительного очарования, избивающего с ног энергетического заряда. Это талант до корней волос. Согласитесь, к нему невозможно остаться равнодушным. 5 сентября 1946 года на острове Занзибар появился на свет мальчик Фарух Булсар. Появился он в семье состоятельных парсов – это народность иранского происхождения. В возрасте 5 лет семья решает отправить мальчика на обучение в город Бомбей в Индию. Почему именно туда? Поскольку, как вы знаете, что Индия в прошлом была колонией Англии, в наследие об этом историческом факте, Индии достались хорошего качества английские школы, которые продолжают давать прекрасное образование. Именно в школе у Фаруха появляется новое имя. Его начинают называть Фредди, потому что его имя кажется его одноклассникам неудобным. После окончания школы Фредди возвращается на остров Занзибар. Но в тот момент политическая обстановка была не самой лучшей на этом острове, поэтому семья вынуждена была эмигрировать к родственникам в Англию. Таким образом, Фредди оказался и закрепился в Англии, где пошел учиться в колледж. Еще обучаясь в школе в Индии, Фредди увлекся не на шутку музыкой. Он, конечно, там посещал музыкальные классы, и также научился играть на пианино, и также принимал участие в хоре. Когда он поступил в Англии в колледж, его страсть к музыке не стала меньше, даже наоборот. Приблизительно в это же время и создалась группа Queen в том составе, в котором мы привыкли ее знать. Конечно, мои дорогие, я могу вам рассказывать очень много фактов из биографии, из карьерного пути этого великого человека, но все вы знаете, что некоторое время назад мир увидел нашумевший фильм «Богемская рапсодия» о жизни, творчестве и становлении этого величайшего певца и композитора. Но именно по этой причине вы можете посмотреть этот фильм и понять общепризнанные, известные факты из его жизни. Я не хотела бы сводить вот это видео к повторению, дублированию этого фильма, поэтому мне очень хочется рассказать вам какие-то моменты, которых нет в фильме, чтобы вы узнали Фредди Меркури изнутри, так скажем, что-то такое секретное. Но я не обещаю рассказать вам абсолютно все, потому что никто, кроме самых близких людей Фредди Меркури, не знает его до конца настоящего. Но, тем не менее, мы попытаемся немножечко кинуть лучик света на его жизнь. В фильме очень подробно рассказывается о том, как эта группа сформировалась, как появилась на свет группа Queen. Вы можете это посмотреть. Я бы хотела больше рассказать о его любви. Он называл эту женщину любовью всей его жизнью. Именно в колледже они познакомились и полюбили друг друга. Эту девушку звали Мэри. Она прошла с ним абсолютно все и была с ним до конца его дни. У них действительно была любовь, и они прожили вместе 7 лет. Но постепенно отношения сходили на нет. Видимо, Фредди не мог ей дать того, чего она хотела. Или другие факторы повлияли на их расставание. Они не расстались до конца. Они остались навсегда близкими и родными друг другу людьми. Во многих своих интервью Фредди рассказывает с нежностью в голосе об этой женщине, которая для него является оплотом стабильности, дружбы, верности и понимания. Он часто говорит, что только она на самом деле умеет правильно его поддержать, а не пожалеть. Фредди Мэркьюри стал крестным отцом ее ребенка. И после его смерти он завещал именно этой женщине большую часть своего состояния. Но давайте все-таки вернемся к творчеству Фредди Мэркьюри. Итак, многие из вас наверняка знают, что именно Фредди подарил имя будущей музыкальной группе, назвав ее Queen. Ну и, конечно, поговорим о имени и фамилии Фредди Мэркьюри. Почему же? Мы уже знаем с вами, почему он назывался теперь не Фарух, а Фредди. А вот как появилась его фамилия. Однажды он пришел в студию к ребятам своим или на какой-то репетиции и просто сказал, кстати, ребят, меня зовут Фредди Мэркьюри теперь. И они говорят, окей, хорошо, Фредди, они уже привыкли к эпатажности, к какой-то уникальности этого человека. Абсолютно нормально это все воспринимали. Но существует много, на самом деле, версий, почему Фредди выбрал свои фамилии именно Мэркьюри. Это имя планеты. На самом деле, во-первых, действительно, его знаку, знаку Зодиака, он Дева, как вы понимаете, он родился 5 сентября, в общем-то, покровительствует эта планета. Ну и также существуют еще кое-какие версии. Нам, собственно говоря, это, я думаю, не столь важно. Самое главное, что Меркурий – это покровитель творческих людей. Это покровитель людей, которые делают все для общества и мечтают не только в тайне, но и открыто действуют для того, чтобы изменить мир к лучшему. И принести, и подарить людям нечто особенное. Может быть, именно поэтому Фредди выбрал такую фамилию? Группа Queen очень быстро набирала обороты популярности, завоевывая постепенно сердца многих людей не только собственной страны, но и уже по всему миру. Тот образ, который Фредди создал на сцене, часто играл с ним же злую шутку, поскольку люди думали, что и в жизни, в обычной, он действительно такой же эмоциональный. И вы знаете, он часто сам в интервью жаловался на то, что люди, встречаясь со мной, очень часто разочаровываются, потому что ожидают видеть нечто вот такое, а видят меня простым, спокойным, даже нудным порой человеком. И, конечно, я в глазах часто вижу у них разочарование и некоторую злость. Фредди, давай, развлекай нас. Ну, он говорит, я обычный человек, и на сцене я такой, это мой образ сценический, но в жизни я скромный и очень-очень спокойный человек. Часто вот эти несоответствия очень свойственны многим знаменитостям. Кстати, а вы знаете, что Фредди был не просто талантливым музыкантом, но и также очень способным художником? Вы знаете, что он учился в художественном колледже и на самом деле хотел стать иллюстратором? И эмблему к своей группе он также придумал и нарисовал сам. Вы можете поискать в интернете информацию, очень интересно, я не хочу сейчас в это углубляться. Просто посмотрите, насколько он видел и какие ассоциации. Вы знаете, что группы и вообще свое творчество, не только Фредди, но и все остальные участники Queen, не любили комментировать, не любили расшифровывать, не говорили никогда, что они имели в виду, как будто бы оставляя на суд зрителей их фантазии собственные и давая нам возможность самим догадаться и поплавать в собственных фантазиях. Ну и возвращаясь к характеру Фредди, хотелось бы сказать, что на самом деле Фредди был не настолько открытым уж человеком, каким выглядел на сцене и вел достаточно замкнутую жизнь. Жил он в большом особняке в Лондоне с очень высокими заборами, как будто бы он прятался от внешнего, по его мнению, жестокого мира. На самом деле Фредди был очень одиноким человеком. И в этом большом особняке среди богатства и роскоши, на самом деле, частенько он был один. И с ним в этом особняке находились, конечно, пару человек из его персонала, там, например, повар или уборщик или садовник, но жил он в основном с шестью кошками. Фредди не скрывал своей искренней и очень преданной любви к кошкам. И, кстати, сказать, кто может вообще похвастаться тем, чтобы посвятить песню одной из своих кошек? Называется она Дилайла. Вы знали об этом, что это имя кошки, которой он, собственно, и посвятил эту песню? Представьте себе вообще многогранность этого музыканта. Еще, допустим, вчера он пишет величайшие творения, серьезнейшие композиции. И уже на следующий же день он может создать композицию своей кошки, где говорит, что она такая непредсказуемая, и признается ей в любви. На самом деле я уже очень много лет увлекаюсь творчеством Фредди Мерклери. И всякий раз, когда я попадаю случайно на Ютубе в рекомендованных видео на одно из его интервью, я обязательно его смотрю. Конечно же, я восхищаюсь каждым словом, сказанным им, и то, как он это говорит. Вы знаете, тот юмор, который ему присущ, он уникален. Он немножко саркастический, немножко жесткий, и на самом деле невероятно смешной. Просто постоянно все смеются вокруг него. Так вот, однажды Фредди в такой же веселой манере рассказывал в одном из своих интервью о том, как он и его группа узнали о том, что их богемская рапсодия заняла первое место в хит-параде страны. На самом деле в тот момент они заселялись в отеле, и кто-то из персонала тихонечко сказал об этом Фредди. Фредди даже дождался того момента, пока вся группа уместилась в лифт, и именно там громко объявил эту новость. Конечно же, что сказать, что вся группа начала очень... все участники начали прыгать, кричать, и лифт остановился. И Фредди так, знаете, с серьезным лицом говорит, ну вот, лучшая группа страны сейчас задохнется в лифте. Все участники группы были не просто связаны профессиональными узами, но и на самом деле были друг другу близкими друзьями. Сохранили они эту дружбу на протяжении всей истории, собственно, существования этой группы и до последнего вздоха Фредди Меркьюри. Но однажды Фредди Меркьюри решил все-таки попробовать собственные силы. Он не собирался на самом деле уходить из группы. Он этого никогда не объявлял, это все в происке желтой прессы. На самом деле он сам называл свою попытку к сольной карьере, ну, скорее даже не карьере, а записи сольного альбома. Как походу налево? Он так и говорил в интервью, я не ухожусь, грубо, это просто поход налево. Я хочу попробовать свои силы. Что я означу? Я хочу записать свой альбом, который выпустит Фредди Меркьюри, а не Куин. Для записи альбома и для осуществления этой цели Фредди отправился в Мюнхен, где чувствовал себя на самом деле очень комфортно. Он спокойно пройдет по улицам, он говорил, что мне здесь так классно, я могу прямо на улице купить сосиски, купить себе пиво и кушать это не боюсь, что кто-то ко мне сейчас подбежит, за автографом начнет меня дергать. Очень смешно он давал интервью про свою жизнь в Мюнхене, когда рассказывал о том, что о, мне здесь нравится, здесь все материации, я тоже уже выучил несколько нецезурных фраз. И во всеуслышание, конечно же, на камеру это говорит. Это правда очень смешно, но повторять я этого не буду, только потому, что не знаю немецкий. Но на деле, что касается записи альбома, на самом деле все шло не так гладко. И Фредди немножечко, наверное, недооценил того объема, который, объема людей, объема работы, вообще всего того, что требует записи нового альбома. Ведь Фредди все в основном делал самостоятельно. Сам он с этим не справлялся. Довольно быстро он заскучал, собственно говоря. Да, он выпустил этот альбом. И, в общем-то, все получилось. Он получил аванс, но, к сожалению, альбом не продавался так успешно и так классно, как прежде альбома Queen. Фредди всегда говорил, что деньги играют огромную роль. Работая где-то, ты должен зарабатывать деньги. А здесь дело не шло, и денег он не зарабатывал. На самом деле, участники группы, друзья его, участники группы Queen, никогда не ссорились с ним из-за его поступка, как пытаются многие, пытались многие говорить, журналисты, все это так, знаете, очень жестко освещалось в прессе. Такого не было на самом деле. Они поддерживали его, приезжали к нему тогда в Мюрхен. Но, к сожалению, ничего сделать и помочь ему, в общем-то, ничем не могли. Назвал Фредди свой альбом сольный «Мистер Бэт Гай». Ну и там, конечно, песня одноименная была. И когда его спросили, почему именно так вы назвали свой альбом, он сказал ему, потому что это я. Я и есть «Мистер Бэт Гай». Фанаты Фредди и группы Queen на самом деле не особо с восторгом восприняли его решение записывать сольный альбом. И вообще его не поддержали. Многие прямо открыто высказывали свое отрицательное мнение по этому поводу. И вот когда на очередном интервью ведущий задал ему вопрос, а что вы думаете по поводу того, что многие ваши поклонники не одобряют то, чем вы сейчас занимаетесь, что вы сейчас не в составе группы и занимаетесь сольным, так скажем, сольным проектом. На что Фредди в собственной абсолютно уникальной манере ответил ему. Очень классно. С вашего позволения я хочу процитировать его слова, которые, по моему мнению, просто-таки олицетворяют его внутренний мир и его характер. Фредди сказал, мне плевать, честно говоря, я делаю, что хочу. Я не думаю о том, чтобы понравиться какой-то Мэри Поттс из Боднера. Так песни не пишутся. На всех все равно не угодишь. Конечно, в группе всегда присутствует какая-то ревность между участниками группы. И когда Фредди записывал свой сольный проект, он говорил этого всеуслышания и совершенно этого не скрывал. Он говорил, я хочу записать что-то по-настоящему достойное. Я хочу создать проект, который был бы лучше, чем предыдущие проекты группы Куин. Не для того, чтобы стать лучше и круче и выделиться от них, а для того, чтобы смотивировать группу Куин сделать еще что-то лучше, чем они делали до того. После того, как Фредди окончательно убедился в том, что проект, над которым он работал так долго, оказался экономически невыгодным, он все-таки возвращается в группу, но не поджав хвост, как многие говорили тогда. А на самом деле для реализации следующего проекта он моментально включается в новый проект, новый альбом группы Куин. Говоря о творчестве Фредди, я не могу не сказать о его дуэте с Монсеррат Кабалье. Записывая свой альбом в Мюнхене, как рассказывает один из сотрудников студии, на которых записывался этот альбом, при очередном прослушивании своего альбома, Фредди вдруг резко попросил остановить где-то на середине. И говорит, нет, подождите, ребят, я хочу включить нечто другое. И тут зазвучал голос Монсеррат Кабалье. Фредди моментально поменял выражение лица, он стал расслабленным и сказал, что это самый красивый голос, который я когда-либо слышал. Фредди на самом деле уже очень давно восхищался и любовался творчеством, голосом, талантом Монсеррат Кабалье. Для него эта женщина была мечтой. Записать с ней совместный сингл и вообще просто приблизиться к этому таланту для него было как сон, неосуществимой мечтой. Но однажды он все-таки решился. Я уж не знаю, что повлияло на него, скорее всего, его друзья, любого окружения подтолкнули его к этой смелости. И однажды он продемонстрировал Монсеррат Кабалье свои наброски музыкальные, собственно, сыграл ей, приехал к Барселону, осмелился и все-таки сыграл ей наброски песен. Парочку. Это была не только знаменитая песня Барселоны. Многие из вас, возможно, не знают, что Фредди написал для Монсеррат, в общем-то, далеко не одну песню, но с удовольствием исполняла их. И вообще, как оказалось, Монсеррат Кабалье также следила за творчеством Фредди. И она была шокирована, когда он сам предложил ей сотрудничество. Конечно же, она сказала да. Фредди смог очаровать ее с первых нот. Этих двоих, на самом деле, связывало не только творчество совместное. Они прониклись друг к другу, понимали, будто бы и чувствовали души друг друга. Их творчество, казалось бы, на первый взгляд совершенно противоположное. Вдруг сплелось в очень красивый тендем. И те шедевры, которые мы слышим после этого сотрудничества, до сих пор не могут оставить равнодушными, наверное, никого. Сердца просто трепещут. Я могла бы часами рассказывать вам об этом уникальном человеке. И все, что связано с этим человеком, меня невероятно вдохновляет. И, к сожалению, сейчас я должна говорить о самой грустной части его жизни, связанной с его болезнью и, к сожалению, смертью. Не могу вам об этом не рассказать, хотя, зная, сколько в интернете информации по поводу версий его зарождения болезни, почему, очень много версий на самом деле, я не хочу об этом говорить. Пусть останется все, как есть. Знают о всех подробностях только его самые близкие люди, которые не хотят делиться с общественностью, значит, нам не дано этого знать. И пусть Фредди останется в наших сердцах тем, для каждого из вас, кем вы хотите его видеть. Давайте не будем говорить о грустных фактах. Но при этом я не могу не сказать вам о его последнем альбоме. Конечно, сам Фредди знал о своей болезни уже лет пять до того, как он объявил официально своим друзьям и близким об этом. При этом продолжая работать, многие замечали, что с ним что-то происходит, он активно боролся, он старался держать себя в руках, он прибегал, конечно же, к медицинской помощи. Но при этом он очень много работал, будто бы стараясь успеть, знаете, перед смертью сделать как можно больше, чтобы оставить нам, потомкам его, да, оставить свое творчество, как наследие. Последний альбом группы Queen, который выпустила эта группа при жизни Фредди, назывался Inuendo, который переводится намек. В интернете вы также можете посмотреть его последнюю видеосъемку. Это клип на песню «Это дни наших жизней». Посмотрите, пожалуйста, и, конечно, ему уже очень сложно было там сниматься. Есть также кадры в интернете, тоже очень легко найти. Кадры с, так скажем, бэкстейдж, да, как его снимали, когда делали макияж. Фредди невероятно нервничал во время съемок этого клипа, поскольку из-за собственной худобы и плохого самочувствия он переживал, что не может активно двигаться на камеру и не так, в общем-то, выглядит, как он себе представлял. Последняя песня, на которой работал Фредди Меркьюри в студии, называется «Любовь матери» Во время записи этой песни, не дописав всего один последний куплет, Фредди неожиданно почувствовал себя усталым, очень уставшим и отпросился домой. Сказал, что придет через несколько дней и непременно допишет эту песню, но он так и не вернулся. На следующий день Фредди Меркьюри умер. Эта песня все-таки была записана до конца, и мир услышал ее, и последний куплет был записан одним из участников группы «Квейн». В день смерти Фредди Меркьюри мир потерял гения, величайшего исполнителя и таланта. Но в наследие он оставил для нас огромное количество шикарных песен, одну из которых мы сегодня с вами разберем. Потому что, как говорил Фредди, «Show must go on». Итак, мои дорогие, переходим к активной работе над песней. Песню, которую я для вас сегодня подобрала, и над которой мы будем сегодня работать, называется «Too much love will kill you» «Слишком много любви убьет тебя». Ну что, а теперь давайте разберем с вами интересные фразы и конструкции, чтобы больше понимать смысл этой песни. Итак, первая фраза, которую вы видите сейчас на экране, это начало песни «I'm just the pieces of the man I used to be». Здесь я хотела бы разобрать саму конструкцию «I used to be». Эта фраза обозначает, что я раньше был, но таким уже не являюсь. И я лишь части, кусочки от того человека, которым я был раньше. Следующая фраза «I've been facing this alone». Я здесь хочу обратить ваше внимание на, так скажем, два момента. Первое – это использование здесь грамматического времени perfect continuous, что усиливает эмоциональность, говоря о том, что это происходит уже слишком давно, это началось, это сейчас идет и еще какое-то время будет продолжаться. Ну и, конечно, сам глагол «face to», то есть «face» – это не только лицо, но это может быть в качестве глагола, обозначает, когда я вынужден сталкиваться с этим самостоятельно. То есть и я сталкиваюсь и встречаюсь с этим самостоятельно, alone, то есть один, одиноко. Следующая фраза «for much too long». Конечно, она слишком эмоциональная, достаточно было бы сказать «for long» – это уже долго, «for much long» – это ну очень долго, «for much too long» – это ну прям очень слишком много. Когда мы видим сочетание таких слов, человек имеет в виду, что это ну настолько уже долго, что просто сил нет. What a struggle it would be. Во-первых, здесь разберем с вами, почему использовано слово would. Потому что, если вы обратите внимание на предыдущую строчку, когда будем разбирать всю песню целиком, вы увидите, что вначале Фредди использует прошедшее время. А говоря о том, что дальше будет в будущем, мы говорим не will, а would. На самом деле я намекаю вам на использование future in the past и хотела бы вам напомнить, как оно используется. То есть никто мне не говорил правду, никто меня не предупредил о том, какая же это будет битва и борьба. И, конечно же, слово struggle, собственно, и обозначает слово борьба и битва. What a struggle усиливает эмоцию, говоря, что за борьба, ох, какая же борьба. Это все эмоциональное проявление, вот как в грамматике проявляется эмоциональность. In my tangled state of mind. Tangled – это в моем запутанном состоянии духа. То есть вы можете переводить это дословно, вы можете переводить это немножко идиоматически. Но tangled – это запутанный state of mind, обозначает душевное состояние или вообще в принципе мое состояние. Make up your mind – определяться до тех пор, пока ты не определишься или не примешь решение. Это любой будет убивать тебя каждый раз до тех пор, пока ты не определишься и не примешь какое-то решение. Torn between the lover and the love you leave behind. Здесь я хочу обратить ваше внимание на слово torn. Torn – это третья форма от глагола tear – разрывать. Tear torn – разорванные на части между человеком, которого я люблю, и любовью, которую я оставляю позади. You are headed for disaster. Что обозначает ты идешь в направлении к трагедии. You are headed – head – это голова, но ты идешь в направлении, ты неизбежно с ним встретишься. All I ever do is bring you down. Все, что кажется, я сейчас делаю, это разочаровываю тебя. Bring down – это может быть как разочаровывать, так и уничтожать, но чаще всего, конечно же, уничтожаю тебя, потому что разочаровываю. Bring down. How would it be if you were standing in my shoes? Здесь очень интересно используется условное предложение второго типа. Как бы это было, если бы ты находился в моей обуви? И, конечно же, используется прекрасное британское идиоматическое выражение – находиться в чьих-то туфлях. То есть быть на чьем-то месте. Англичане считают, что побыть в моей шкуре, говорим мы в русском, англичане считают, что это то же самое, что вы поносите чью-то обувь. Тогда вы человека поймете. Everywhere I go, I'm bound to lose. Что же это обозначает? Любой путь, который я выберу, любой путь, куда бы я ни шел, граничит с моим поражением. I'm bound – это граница. То есть I'm bound – это я неизбежно все равно упрусь в этот проигрыш. То есть я все равно что-то потеряю или проиграю. It'll drain the power that's in you. Drain – это иссушать. Иссушать до уничтожения. Это негативное слово. То есть это любовь, она же. Она иссушит и уничтожит, истощит твою силу, которая в тебе. Вот такие интересные фразы и выражения мы с вами сегодня разобрали в этой песне. А сейчас, как обычно по традиции, вы смотрите, слушаете и переводите вместе со мной эту песню детально. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. I'm just a part of the man I used to be. Я чувствую, будто никто никогда не говорил мне правду про то, как это взрослеть и какая же это борьба. В моем душевном смятении я смотрю назад, чтобы найти, где же я оступился и пошел не туда. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Turn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Слишком много любви будет убивать тебя, пока ты не примешь решения. Разорванный между любимым и любовью, которую ты оставляешь позади, ты неизбежно приближаешься к беде, потому что ты никогда не читал знаки. Слишком много любви будет убивать тебя каждый раз. Я всего лишь тень того мужчины, которым был прежде. И кажется, что для меня совсем уже нет выхода из этого. Раньше я приносил тебе рассвет и дарил солнце. Сейчас все, что я делаю, это унижаю, разочаровываю тебя, уничтожаю. О, каково было бы, если бы ты оказался на моем месте? Разве ты не видишь, что невозможно выбрать? Все это не имеет смысла. Куда бы я ни шел, я неизбежно проиграю. Слишком много любви убьет тебя. Будь уверен, как никто другой. Это иссушит всю твою силу, что внутри тебя. Заставит тебя умолять, кричать и ползать. И боль сведет тебя с ума. Ты жертва собственного преступления. Слишком много любви будет убивать тебя каждый раз. Да, слишком много любви убьет тебя, и ты не сможешь понять почему. Ты готов отдать свою жизнь, продать свою душу. Но вот опять смотри, как слишком много любви убьет тебя в конце. Теперь, дорогие мои, вы знаете эту песню уже досконально. Я очень надеюсь на то, что фразы из этой песни, во-первых, будут вам полезны в вашей обычной ежедневной речи. А также я очень радуюсь тому, что вы все-таки уже знаете полностью эту песню. Кто-то из вас выучит ее наизусть. Но пообещайте мне, что вы пойдете обязательно однажды в караоке и споете эту песню. А кто-то из вас даже не будет смотреть на экран, потому что будет знать эту песню теперь наизусть. И будете также подпевать ее в машине или занимаясь своими делами, вы все равно теперь точно крутой. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео и будем разбирать новые песни и новых исполнителей. А пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok